Детский нефролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, все это узкие специалисты, которых нет в Сергеево-Пасадском районе и к которым в случае необходимости придется ехать в столицу. Сегодня эти и другие высококвалифицированные специалисты сами приехали в Сергеево-Пасад, чтобы принять маленьких пациентов и оказать им медицинскую помощь. Это уже второй выезд в нашу поликлинику данных специалистов. Первый был в конце марта. Для нас в этом году первично приехали такого уровня специалисты, проконсультировали детей, второй раз приезжают. Чем это для нас хорошо, для детского населения? Не приходится родителям везти детей в Москву. Это все-таки дорога, время и контакт с инфекцией. Потом дети уже привыкли к нашей поликлинике, они не боятся, очень спокойно все реагируют. Желающих получить консультацию приезжих специалистов немало. Необходимым диагностическим оборудованием детская городская поликлиника располагает. Если во время приема врач выявляет у детей патологию, то выписывает направление на дальнейшее обследование и лечение в областные и федеральные медицинские учреждения, где детям будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Дети, которые приходят на прием, получают консультативную помощь, либо направляются на стационарное обследование в учреждение здравоохранения Московской области. Мамы обращаются с абсолютно разнообразными жалобами. Это и нарушение мочеиспускания, и выявленное при более ранних исследованиях изменение ультразвуковой картины органов мочевой системы. С любой проблемой они могут обратиться, и мы им поможем. Консультация наших вышестоящих заведений, то есть это областных главных узких специалистов, для нас очень ценна. Почему? Потому что они консультируют наших больных, они отбирают к себе на госпитализацию, потому что у нас высшие заведения, которые государственные, мы не можем отправить самостоятельно. И поэтому они детей осматривают и подбирают себе контингент. То есть они сами на госпитализацию выбирают своих детей. Между тем специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института, которые сегодня принимали детей, отметили, что прием был очень хорошо организован, а маленькие пациенты были направлены местными врачами вовремя, что говорит о том, что работа с детьми ведется в районных поликлиниках правильно. К слову, сегодня в детской городской поликлинике сотрудников поздравили с предстоящим днем медицинского работника, а некоторым из них были вручены благодарственные письма от главного врача районной больницы. Татьяна Сташенко, Сергей Сацков, День города.